Девушки отдыхают Потому что надо уточнять, какое право, твое или мое Красивый рисунок, дядь Федор А где у него верх? Шарик, это чертеж Я аттракцион построить хочу Для Оли, чтобы она чаще приезжала Круто, дядь Федор А давай еще батуты построим Обожаю прыгать И карусель для коровок Им тоже отдыхать надо Мой навигатор по финансам Говорит, что по расходам мы укладываемся А вот по срокам Оля скоро приедет Не успеем все сразу построить А давай тогда каждый Свой аттракцион построим Ну, если каждый свой будет строить Тогда успеем Вот и славно! И у моих коровок будет Самое лучшее кручень! Оу! Ну что, приступаем Оу! Что? Ой, а где мои инструменты? Кто там? Эй, матроски! Мне тут батуты закрепить надо У меня тут вход по плану Ну, дядя Федор Ну, подвинь немного свой аттракцион Не могу У меня тут трасса проходит Шарик, подвинь свой батут немного Почему это я? Я первый тут построил Надо было у других спросить Не строят ли они тут А сами-то чего не спросили? Вот теперь и двигайте Не трогай мою карусель! Шарик, лучше ты подвинь свой батут Нет, пусть матроскин свою карусель убирает Ни-за-что! Бежим! Право! Да ну тебя с твоим право! Нам надо действовать всем вместе Сгибаемся Выпрямляемся Ура! Ай! О! Надо было нам и с аттракционами сперва договориться А теперь вот ни каруселей Ни батутов И ни горки Ах! Не Оли Здорово, соседи! А че это вы тут делаете, а? Аттракционы Водные! А можно я тоже поучаствую? А это идея! Время же еще осталось Ах, молодцы соседи! Слаженно сработали! Сразу три аттракциона в одном! О! А давайте назовем его Гортусель Что? Чего непонятного? Горка, батут, карусель Гортусель А ты балбешарик Ух ты! Такого даже в лучших парках нет А как он работает? Оля, смотри Прыгаем на счет три Раз Два Не понял, мы на три прыгаем Или на посту трех? Три! Ой! Ах, да! Ну, над синхронностью Надо еще поработать Странный у вас какой-то аттракцион Товарищ Печкин Это кьюар-код Вы сканируете его камерой телефона Переходите по ссылке И оплачиваете в код Ха! Шарик, ты что? У нас бесплатный аттракцион Проходите, дядя Печкин Ох! Дядя Федор А я на новый аттракцион Заработать хочу Улетные шарики Шарик, никакой не балбес Я ведь уже давно на канал подписался Чтобы новые серии не пропускать И ты скорее жми на кнопку Чтобы стать нашим лучшим другом Шарик, ты со мной? Бери фотоаппарат, здесь срочное дело Матроскин, смотри Получается Нет времени на клоунаду Матроскин Тут не один ты делом занят У других тоже свои интересы существуют Существует, Шарик, только то, что приносит пользу От колеса твоего какая польза? Такая польза, что этот цирковой номер будет Мы вечером во дворе аттракцион устроим Давай с нами, Матроскин Некогда мне, дядя Федор, фокусы разучивать Я к конкурсу фермер года готовлюсь Пошли, Шарик Завтра печкин газету принесет А на первой полосе я с буренками Откуда ты знаешь? Ты не победил еще Да я и в конкурсе фермер мира первый приз возьму Главное создать правильный образ Ну, пошли в коровник позировать Теперь, Шарик, самое главное Фермер мира без коров не бывает Куренки прекрасны Ну и я тоже Ты главное все не испорти своими фотографиями Караул Обворовали Вера Павловна, ты их видела? Тому-тому? Ну, похитителей Ту-туй Катастрофа Похитителей средь бела дня Увели Что случилось, Матроскин? Коровы исчезли Только что были, а потом раз и нету Успокойся, Матроскин Ну, не могли же они исчезнуть Коровы не иголка в стогу сена найдется Может быть, ты смотрел невнимательно? Да как же невнимательно? На дворе нет, коровники нет Ни сквозь землю же они провалились Да Ой, Вера Павловна, не дай игр мне сейчас У меня корову или... Да Там Там Нашлись! Ах, вы проказницы! Я уж думал, всё, осиротел! Что такое? Нарисованные? Это что за шутки? Так, товарищ Печкин Нужно срочно дать объявление Во все газеты О пропаже коров А у этого гражданина с велосипедом Разрешение на осуществление почтовой деятельности Спрашивали? Одни картинки кругом Ни поговорить, ни обняться Тьфу! Вот, и я так думаю Тьфу! А, самозванец! И нос снимай Так, что у вас тряслось? Да, катастрофа стряслась Коровы мои, чу-чу! Совсем вы со своими коровами рассудок потеряли? А? Вот же они Теперь про меня точно в газете напечатают Посмешище года Животного без животных Пошли, матроски! Вместе твоих коров поищем Веди нас, Вера Павловна Тома, Тома! Тома-тази! А-а-а-а! Ура! Нашли! Настоящие! Незарисованные! Эй! Надо же! Рубль! Олимпийский! А теперь гвоздь программы! Неподражаемая пара художников и лизионистов! Гера Павловна и Тама Тама! Номер с исчезновением! Ой! Гера Павловна! А он точно по наружку исчез! Я бы на вашем месте недвижимое имущество застраховал! От любых фокусов! А что, похож? А главное, молчи! Мама! Папа! Ну вот, а ты расстраивалась, что культурной жизни в провинции нету! БПТ! Большой Ростоквашинский театр! Браво! 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 Коллега, а буфет у вас где? Ой! А вы уверены, что наш чердак похож на мансарду в этом? В шале? Как чердак назовешь, так в нем туристы и заживут! И откуда в нашей деревне туристу взяться? Из объявления! Дополнительный доход лишним не бывает! К осени, глядишь, коровник модернизируем! Для начала мою зарплату модернизируем! Я требую прибавку за туризм! И за вредность! Простите, за нашу вредность или за вашу вредность? Ну, что я говорила? Вот и первый клиент! И помните, клиент всегда прав! И не забываем про улыбки! Проходите, гости дорогие! Здрасте, здрасте! Это у вас массандру в шале отстают! Печкин? Я и не знал, что туризм настолько внутренний бывает! Прям соседский! А зачем далеко ехать? Я ваше объявление в газете увидел и решил, что здесь отдохну! На дороге сэкономлю! О, вы сказочно мудрые, Игорь Иванович! А что же вы стоите? Проходите! Чемодан оставьте! Консьерж подымет! Ведь вы теперь отдыхающие! Вот увидите наше гостеприимство! На пять звездочек! Да, тяжелые у вас звездочки! Что хорошо, на курортах можно попробовать местную кухню! Вы от меня бутерброд-то не закрывайте! У вас в объявлении что сказано? Все включено! О! Кстати, а как у вас тут с достопримечательностями? Что в опере дают? Где дикий пляж? Пляж там, где и был! Рядом с коровьим водопоем! А опера у нас тут только Маргарита Егорна поет! Ну, ничего! Найду как развлечься! Ну-ка, одолжите мне свой телефон с фотокамерой! Хочу себе селфи сделать! Чтоб себя вспомнить! Можно, между прочим, в зеркало посмотреть! Конечно, Игорь Иваныч! Пока у вас оплачено, все вещи здесь ваши! Вот кто тебя Матроскин просил в объявлении приписать? Дискотека в подарок! Терпите теперь! А-а-а! Эх! А-а-а! 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 Вы че такой грустны? У вас же отпуск, вроде! В отпуске роман полагается. Из-за романов у нас только Дюма. Двадцать лет спустя называется. Мне б сегодня, а то двадцать лет спустя и вспомнить нечего будет. О, Маргарита Егоровна, разрешите одинокому постояльцу помочь вам в домашних хлопках? Вы так добре, Игорь Иванович. Ну-ну-ну, поосторожнее. Простыню лучше всего складывать по инструкции. Ох! Плотину-то зачем ломать-то? Игорь Иванович, а вы будете мне писать? Нет. Я письма по адресу доставляю, а не пишу. Эх, электричество за три дня месячную норму нажёк. Но в убытке не остались. Здравствуйте вам! Давно не виделись. Какой вы загорелый, дядя Печкин. Хорошо отдохнули. О, шалема, сандра, романтика, спа, всё как полагается. Вот вам охота и рыбалка. Пожалуйста. Спасибо. Правду говоря, отпуск меняет людей. С соседями только не повезло. А, нет, не меняет. Вам занимательное скотоводство, вам раскраски. А вам писем нет. Зато есть рекордная квитанция. Можете оплатить прямо сейчас через мгновенный аппарат. Вот зачем ты, Шарик, любимый котёл Мегеровны испортил? Я, между прочим, первый чемпионат мира по одиночному, синхронному плаванию организовал. Среди лягушек. Ну да. А нам теперь его весь день отмывать. Им присаривают и мохнатые. Я ж не знал, что они проигрывать не умеют. И грязью друг в друга кидаться начнут. Вот. Приглашение до открытия Бобрового аквапарка. Друзья, вход свободный. А шарику вашему 200 рублей. А что сразу мне-то? А нам лягушки после чемпионата твоего всю воду замутили. Еле успокоили. Он всем медалей за первое место выдать пришлось. Надо скорее заканчивать, а то вот Мегеровна нас не отпустит. Чтоб она позеленела. Заносите, Игорь Иванович. Только на меня не смотрите. Я на лицо масочку нанесла. А, Маргарита Егоровна, какое безобразие происходит. Лягушки по всему берегу посуду разбросали. Пока все не очистите, из дома ни ногой. Надеюсь, это отучит вас пачкать посуду. А сегодня в клубе танцы будут, помогает Игорь Иванович. Ну все, плакал наш аквапарк. Не плачь, Вера Пауна. Кажется, я знаю, как сделать так, чтобы Мегеровна от нас отстала. Так, я не поняла, почему приостановлена воспитательная работа? Да мне вот бабушка крем прислала, омолаживающий. Она в этой, ну, в косметической лаборатории живет. Ну и шлет его кому попала. А нам эти кастрюли теперь полжизни чистить. Вот мы и решили компенсировать процесс старения. Тебе нельзя, Вера Павловна. Вдруг ты в младенца превратишься. Омолаживающий, говорите? Мы бы и вам предложили, но... Крема мало, а у вас лицо вон какое, большое. Воспитанные животные никогда не скажут женщине такую бестактность. И вообще, вы и так молодые, а некоторые еще и махномордые. Только продукт переводить. И наносите на лицо с закрытыми глазами и не снимайте, пока не отвалится. А вот она! А вот она! Как-то у вас подозрительно радостно. Я ведь вас насквозь вижу. Ой! Давайте-ка поиграем в города. Так я буду знать, что вы ничего не замышляете. Амстердам. Ну, Фиденька. Мурманск. Молодец. Так, по графику у вас пятиминутная прогулка. Потом возвращаемся к работе и не забываем про города. А вот она! А знаете, может быть, мы еще и попадем в аквапарк. Ой, кажется, я забыл в крем закрепитель добавить. А вот она! А вот она! Горгополь. Чего? На мягкий знак городов не бывает. Тогда Горгопольск. Мне на К. Так. Красноморск. Было уже. Ну, тогда Нижний Красноморск. Помню. Славно там по путевке отдохнуло. Ой. Фантастика. Я же лет десять сбросила. Это еще что такое? Немедленно приберитесь, ложитесь спать. А мне на танцы идти придется. Такую красоту от людей нельзя прятать. И есть еще силы удару нанести. Кто там? Это я? Пастолен Печкин? Ой. Мы ничего не выписывали. Мы читать не умеем. Это я знаю. Деревня Простокашина. Ни писем, ни газет, ни журналов. Раз в месяц продуктовая посылка из Тулы. Да-да. С пряниками. От бабушки моей. Дайте угадаю. Она у вас на кондитерской фабрике работает. Э, извините, ошибочка вышла. Надо Простоквашинских предупредить. Идет. Вот до чего романтика доводит. Первый раз за шестьдесят лет деревню перепутал. Ой, меня же Марго в клубе ждет. Няня ваша каблуки надела. И через дальний овраг в клуб побежала. Вот, как договаривались. Итак, Печкин Простокашина, а Мегеровна ждет его на танцах. И это значит... Что мы все еще по разику прокатиться успеем. Ура! Молодец. Правильно, Вера Павловна. Неправильно ты вещам, дядя Федор, сестру учишь. Лучше бы полезные ягоды от ядовитых учил различать. Или их грибы там. Маргарита Игоревна. Ох-ох-ох. Бросьте вы уже свои деревенские повадки через окно кричать. Да, в приличных домах гости в дверь входят. А если им на стук не открывают, то и уходят во своёсе. Я в телевизоре видел, что серенады даже в приличных домах петь принято. О чём же ваша серенада? Прекрасная пора грибов учарования и клюквы кислые красава. Да. Снова вы дразнитесь. Вообще, я вам посылку принёс. Сапоги модные, женские, резиновые, охотница. О, Игорь Иванович, у вас кепка, клюква испачкана. Теперь вам только химчистка и поможет. Ну да, тебе вообще уже ничего не поможет. Зима на носу, ни грибов, ни ягод. Только лайки в компьютере ставить умеешь. Где витамины для Веры Паловны брать будем? Да не ругайтесь вы, витамины в лесу будем брать. Берите корзины, пойдём по грибы и ягоды. Правильно, дядя Фёдор. А что сами не съедим, то продать можно. Из грибов с оленей наделаем. Знаю я ваши грибы. Снова пойди, клад в лесу искать будете. Вот про вас даже газет специальная пишет. Кладоискатель, любитель называется. Можете подписку оформить. А не нужна нам подписка. Мы в лес за грибами идём. Зря. А я себе подписочку оформил. Ну куда же мы будем грибы и ягоды собирать, если вы корзины не взяли? Нет у нас больше корзин, дядя Фёдор. Всё Мегеровна забрала. А она в них кроссворды хранит. Как говорила Ку-Ку Жоржаль, если завела резиновые сапоги, изволь их по грибы выгуливать. Да, хорошо, что мы с дядей Фёдором за клюквой на болото идём. Мне в лесу нужен сторож. Феденька, а ты со своим котом последи за Верой Павловной. Тама-тама. Ладно уж, прослежу за ней. А то ещё поганок наберёт. Тама-тама. Лес большой. Грибов и ягод всем хватит. Хе-хе. В газете ясно написано. Клады следует искать под пнями или в других приметных местах ландшафта, где их в старину разбойники прятали. Но забрать забывали. Шарик, фас, то есть ату. То есть ищи грибы. Ату – это когда на дикого зверя надо напасть. Фас – когда на вора. И вообще собаки нужны не для того, чтобы грибы искать. Для этого свиньи специальные есть. Собаки нужны, чтобы хвостом вилять и командой выполнять. А ты – шарик-попугай. Только болтать умеешь. О-о-о. Грибы – ягоды. Брейс, ты себе шишек набери. А вот это вот преступление. Грабеж называется. Дух? Лесной дух значит. Будьте здоровы. Я-то буду. А вот белка. Скуси мы, что ли, будем на водах. Это все шарик. А вот за вранье бородавка на носу, как выскочить. Я все верну. Ну да, вернешь. И еще принесешь конфет. Или что там еще, белки. Любят. Все, я все принесу. Молочко у Матроскина возьму. Яблочки, орешки с рынка. И зайцам капусты. И птенцам этих червей. Зайцам птенцов, червям капусту. И чтобы дома детей, особенно шарика, не обижала. Да, ваше величество. То есть лесничество. И вообще в сборах с Матроскиным всегда мою, то есть шарика, то есть лесничество. Нужно сторону занимать. Хм. М-м-м. Надо нам шарика спасать. Ой-ой-ой. Ой, пчелки. Че это он там делал? Все собаки, как собаки. Кости зарывают. А это, наверное, клад зарыл. Надо проверить. Хм. Сейчас я тебе покажу лесничество. Говорящее дупло. Копался? Эй, Маргарита Егоровна. Какая приятная встреча. Давайте клад найдем. Ай. Ой. Не ушиблись, Маргарита Егоровна. О, чур меня. Чур. Маргарита Егоровна, корзиночку-то забыли. Чур сказала. Уйди от меня. Все-таки ты шарик обалдуешь. Кто вместо обычной капусты зайчью капусту садит, а? Обычной. Обычную в магазине купить можно. А зайцам где капусту брать, а? В лесу. В лесу только летом еды много. А я на зиму продовольственный запас для них готовлю. Понял? Я и говорю, обалдуй. Зайцы зимой в спячку впадают. Это медведи зимой в спячку впадают. А зайцы шерсть меняют. А я так нашего зоозащитника экзаменую. На экзаменах правильные вопросы задают. Например, вот зачем я к вам приехал? Зачем? Обеспечил доставку. Женский журнал «Ухотница». Но я вам его все равно не отдам. Маргарита Егоровна? Не входи! Убьет! Батюшка! Какой сегодня день? Согласно квитанции, вчера был вторник. Среда, значит. Если к вечеру не допишу, все пропадать мне в этой глуши. Не шуметь. Не мешать. Лампы еще не зажигать. Двери закрыть. Вечером отправим бандероль. Для творческих нужд постоянных клиентов готов на сверхурочные. Творчество – это когда по велению души. А у нас все ради этого журнала. Вот, читайте. Модная женская премия «Шекспирка века». И приз хороший – переселение на родину Шекспира, проживание в замке с привидениями, полный пенсион и грязевые ванны. Только нужно пьесу написать, как Шекспир, но при этом быть Шекспиркой. Шекспира мы знаем. Его в библиотеку надо и заказывать. Был июнь, вечерело. Нет, розовело. Был розовый июнь. Если июнь, зачем розовело? Маргарита, Егорова, быть или не быть? Вот в чем вопрос. Нет больше для меня такого вопроса. Не быть мне «Шекспиркой века». Федя, иди делай уроки. О! О, дядя Федор, а ты зачем с кочергой к Мегеровне ходишь? Это я помогаю пьесу написать, чтобы она премию выиграла и приз получила. Переезд на полный пенсион? Молодец, дядя Федор! Прощай, Мегеровна! Только у нее одни мятые листки. а не пьеса. А я вот что придумал. Какой four ты gear людей. Вари, в sausage youri puedes представить. Нет. Они выглядят как хорошо, если их убрать. Вау- Шарик, текст. Эй, текст! Брысь! Брысь, кому говорю! Эй, пропадай. Еще насажаю. Что? Отдай, отдай! Доить или не доить? Вот в чем вопрос. Но чтобы доить, надо кормить. А все луга и огород у зайцев в разграблении. А зайцы кто? Что пользы в них? Одно лишь шумовство и погрызение. Пусть нету в зайцах молока, зато быстры и грациозны. Свой хлеб едят задаром, а то и вовсе грабежом живут. Но в марте не орут и в доме не линяют. К тому же мышей не обижают. Не рифму подобрать уж не дошу. Ты, Шарик, просто обалдуй. О, как с тобой я кровь делил, матроскин бессердечный. Вести с тобой беседу недостойно. Поэтому к тебе сейчас я опрощу свой хвост. А вот тебе мой хвост. Нет повести печальнее на свете, чем ссора в простоквашинском дуэте. Здрасте! Маргарита Егоровна! Первое место! Почитайте нам, Маргарита, то есть Шекспирка Егоровна. Был вечер. Полосатый незнакомец поднялся перед ней и воскликнул. Доить или не доить? Графиня побледнела. Вот это литература, я понимаю. А мы вам подарок приготовили. И вы только швейную машинку мою не забудьте оставить. Вы теперь Шекспирка. Вас ждут в замке с грязевыми ваннами. Некогда мне по замкам мотаться. Я новый роман начала. Сон в летнюю, зимнюю. О! Сон в дымисезонную ночь. Сон в дымисезонную ночь. Я для вас с Шариком специальный шампунь купила. От Блох. Окрашивающий. Это же мой. Вот именно, Маргарита Егоровна. Потому что неправильно это котов шампунем мыть. Хм. Да, Матроскин, здорово ты посидел. А я вот сегодня ни минуты не сидел. Не то, что некоторые. Ой, Шарик, не до тебя сейчас. У меня из-за этого шампуня все полоски пропали. Подумаешь, полоски. У меня шерсть каждый год линяет. И то я не скулю. Тебе не понять. Меня потому и прозвали Матроскиным, что я полосатый был. А теперь кто я теперь? Он еще жалуется. Да о таком цвете каждая артистка мечтает. А мне чем мыться, если ты весь шампунь на себя извел? Придется идти за новым. Мурка, коровка моя. Ну, ну куда, куда ты, дядь? Все пропало. Коровки мои меня не узнают. Да ладно, Матроскин. Может, все еще не так плохо. Вот именно, дядя Федор. Все еще хуже. Я не просто полоски потерял. Я самого себя потерял. Того-того. Ура! Там тема. Ой! Говорила мне мама, не ешь просроченные сосиски, сынок. Вот теперь и мерещится всякая гадость. Вот не пойму я, что он так убивается. Если б я вдруг белым стал, так я б об этом в своем блоге рассказал. А давай мы в твоем блоге про Матроскина расскажем. О! Слышь, Матроскин, тут подписчики просят тебя в прямом эфире показать. В каком кефире? Здрасте. Здрасте всем. Вот он, наш Матроскин, который поблеблел. То есть побелел. Матроскин, смотри, твоя фотография всем нравится. А еще тут пишут, что теперь тебя можно называть снежком. Или творожком. О, Маргарита Егоровна, какая приятная встреча. Что-то полосатого давно не видно. Можно я пока его корову возьму? А то мне большую партию посылок развести нужно. Да хоть всех забирать, Игорь Иванович. Ну-ка, иди сюда. Гулям, гулям, гулям. Это кто еще? Ну-ка, прысь отсюда! Матроскин я. И я своих коровок в обиду не дам. Батюшка, да вы без полосок как письмо. Без адреса. А коровы ваши по всему простокваши нашастают. Не по инструкции это. Мои коровки, товарищ Печкин, могут гулять там, где им вздумается. Понятно вам? А че что-то не понять-то? Кто-то же. О, по-матросски. Как ты его? По-матроскински. Узнала! Мурка моя меня узнала! Это потому, что я снаружи белый, а внутри полосатый. Ура! Полосочки мои вернулись! Так, я не поняла. Так это подписчики захотели. Девушки отдыхают О-о-о-о! О-о-о! О! Дядя Фёдор, а ты помнишь, что у вас на следующей неделе Олимпиада по физкультуре? Ты готовишься? Ой, какое совпадение! Я как раз прошла ускоренный курс подготовки по физической культуре Ага Я не только Феденьку Я здесь всех подготовлю Все на построение! В одну шеренгу становись! Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два Начинаем тренировку! Пять кругов вокруг двора Да, кажется, няня у нас того С физкульт-приветом А я слышал, с такими лучше не спорить Так, что там дальше по плану? Здоровый завтрак Жуйте как следует Раз, два, раз, два Надоела эта каша Когда уж что-нибудь другое на завтрак будет? Каша – самая полезная еда для спортсменов Так в моём журн... В методическом пособии написано Давай, давай, давай Ну ещё разок, дядька, да давай Так чемпионами мы не станем Будем учиться преодолевать препятствия На Олимпиаде все через козла прыгают А мы будем прыгать О, через этого, с рогами Для собак, кстати, тоже Олимпиады проходят Я вот сейчас с вами подготовлюсь А потом поеду медаль получать Ну-ка разойди И как теперь тренироваться? Эх, и всё бы ему развлекаться Как будто дел никаких нет Э-э-э, куда это вы мою корову повели? Нам для тренировки Мне спортивный снаряд нужен Козёл И это кто тут козёл? Коровка моя? Благородное животное? Ай! Да, с таким настроением в Олимпиаде не победишь А козёл, между прочим, снаряд спортивный Козёл, конечно, снаряд спортивный Но при чём тут мои коровы? О, да милаясь я О, ещё обед полезный готовить Ой-ой А что, удобно? Алло Мне срочно нужна пицца Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Это что тут у вас? Праздник какой-то? Это вы хорошо придумали плакатами всё украсить А вы чего хотели-то? Так я пиццу привёз Вы ж заказывали Теперь наша почта еду доставляет В деревне почтальон и чтец, и жнец, и за едой гонец И всё на одну зарплату А я и не знал, что пицца эта полезна Так в моём методическом журнале написано Что это такое? Ой-ой Исключить мучное, сладкое и жареное Стоп! Везите свою пиццу обратно Возврат продуктов данного ассортимента невозможен Ой, ладно Приму удар на себя А вам вот Опять каша? Да за что нам такая жизнь собачья? Чего это сразу собачья? Человеческая жизнь, школьная Детей специально для Олимпиады дрессируют, а потом за это медали дают Не дрессируют, а тренируют Но на одной каше мы долго не протянем А долго и не надо Олимпиада уже послезавтра Проверить подготовку в условиях близких к... А-а-а! О, отличное место для того, чтобы проверить готовность к Олимпиаде Итак, наступил момент, которого мы так долго ждали Сегодня мы узнаем, насколько плодотворными были наши тренировки Это что за форт Боярд вы здесь устроили? Это мы к Олимпиаде готовимся Сейчас Феденька продемонстрирует свои достижения Это все, конечно, замечательно Но Олимпиада будет По теории физкультуры Как? Письменно Чего? Ой, хе-хе Ой, хе-хе Ой, хе-хе Тама-тама Тама? Тама? Хе-хе Как это остановить? А еще лучше сломать Ой, хе-хе Сейчас я его усилю Прогрессивная вы все-таки женщина Маргарита Егоровна Экстремальным скорбом увлекаетесь Я вот тоже по молодости о мотоцикле мечтал О-о-о Так, штуковину эту разобрать Нет! А во что тогда, Вера Павловна, играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон А я в тишину, покой и арт-терапию А Вера Павловна Играет в нарисуй свою мечту И нарисованное у нее непременно сбудется И вот еще Где есть мотоцикл, нет меня У нас на бочке такие детали пользу принесли бы Ими клумбу можно украсить Ага А у нас теперь ржавеет будут Из-за Мегеровны Да О! А вот там Дядя Пичкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем А что? Бывает почта морская Бывает авиационная А у нас мотопочта будет Слышишь ли ты Как убит мой мотор Слышишь ли ты Как бьет мой мотор Я почталью Быстро и шовно Несусь по земле Несусь А был бы закалом Ясный Синим небе летал Ну а я почталью Вокруг меня Месячий металл 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 За сараем рисует Нервы успокаивает Магарита Егоровна Вам доставка Мотопочта Металл 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 Все, меня хватит. Давай, дядя Федор, еще чуть-чуть осталось. Ой, это вы, Маргарита Егоровна, вверх тормашками, или я? От вашего мотоцикла вся жизнь вверх тормашками, но теперь все снова по-старому будет. По-старому, это хорошо. От этой мотоскорости я совсем голову потерял. Такой темп нашей почте противопоказан. Игорь Иванович, пойдемте выпьем за это чаю. А детальки собрать? Да сделайте из них что-нибудь полезное. Какая теперь тишина в Простоквашино. Целебная. Того-того? Кто там? Эх ты, лошадь. Не слушает за тебя твое племя. Эх, не просто это шарик к новому-то приучать. Я там за мостом пастбище приглядел. Они рогами уперлись, но хоть трактором их тащи. Я, конечно, в твоих делах мало понимаю. О-о-о. Но надо, чтобы они сами захотели. Да много ты понимаешь, животновод. Хотя... Ну и важный ты, Матроскин. Хочется к тебе на вы обращаться. Сейчас не об этом, дядя Федор. Я речь репетирую. Впрочем, не возражаю. Можно и на вы. Дети, слушайте внимательно. Тама-тама. Тама-тама. Находятся новые заливные луга с травой, покрытой прозрачной, как слеза, росой. Вместо сухого сена свежая сока. Вам нужно лишь довериться мне, и наши надои взлетят до небес. Учись мечтать, корова. Где новое пастбище? Тама-тама. Вот. Заливные луга, прозрачная слеза. Не слишком ли сложно для коров, Матроскин? Все отлично, дядя Федор. Главное – это уверенность и правильная подача. Эй, минуточку внимания. Тама-тама. Находятся новые заливные луга с травой, покрытой прозрачной, как слеза. И сухого сена свежая сока. Вам нужно лишь... Моей водой... Я – свежая корова. Уважаемый! Уважаемый, вы своими работами нашим надоем мешаете. Не могли бы вы потише осину быть? Нет. Это мое призвание. Пока я бобер, я буду грызть. Ну, а что вы от меня хотите? Я – почтальон, а не управдом. Шумно вам там? Перуши берите. А тут у меня тишина – значит порядок. Вы же главный здесь. Вас все остерегаются, особенно, когда счета за электричество приносите. Ну, повлияйте. Ладно, придумаем что-нибудь. Я, как человек влиятельный, могу и повлиять. Я извиняюсь, вы почему шум производите? Часу до трех – время тишины, а после восьми и на выходных не работаем. Вот что с вами такими делать, когда законы знаете? Но раз есть жалоба, то нужна разъяснительная беседа. Разъясняйте. Я, как уполномоченный, уполномочен сам. Если вы чего-то делаете, то бойтесь наказания. А если вы ничего не делаете, то бойтесь наказания за бездействие. Оп! Бойтесь! Понятно? Неа! Вот и хорошо. Мне главное беседу провести. А дальше как хотите. Чем смог, тем помог. Ау-ху! Давай в раскачку. Раз, два, взяли. Еще раз взяли. Ну, я сейчас этому строителю. Когда ты мешал мне работать, я молчал. Когда ты мешал Печкину мешать тебе, я молчал. Я молчал. Но когда ты мешаешь Гаврюше принять правильное решение, я молчать не стану. А че скандалить-то? Мост я тут чиню. Помогли б лучше. Так вот, чего Гаврюш-то упирался. Его дорожное покрытие не устраивало. Ой, поздравляю тебя, шарик. Я балбес. Начинаем испытание. Гаврюша, ко мне. Как бы теперь его отблагодарить? Мост починил, а значит, надои увеличил. Может, ты ему молока послать? Бобры не пьют молоко, матроскин. Он тебе его брата вернет. Так даже лучше. И отблагодарил, и молоко при мне. Ну, или извинительную речь напиши. И как-то я сам не догадался. Начну я, пожалуй, так. Сила кота определяется не усами, лапами и хвостом, а умением признавать свои ошибки. Так вот, я всегда прав. Ну как? Знаешь, матроскин, я б на твоем месте еще над речью поработал. Вот она. Аккуратно, Шарик. Поломаешь тачку, вычту из премии. Не боись, матроскин. Она же на гарантии. Она-то да, Шарик. А вот у тебя гарантийный срок, похоже, закончился. А чего я сделал-то? Мусор выбросил. Это не мусор, Шарик. Это такая полезная штука. Ее можно и печь растопить, и от дождя укрыться. Ребят, а что это у вас Гаврюша жует? Гаврюша, фу! Фу! Брось! Плюй! Ну, плюй, Гаврюша! Ой, поверь мне, Шарик, все это нам еще пригодится. Кхе-кхе-кхе! Соседи! Вот, я смотрю, носитесь, будто у вас Олимпиада. Да и думаю, подойду. Поболей! Ого! А это тут... А что это у вас? А это я тут разные полезные вещи собираю. Коллекция моя, ясно вам? Конечно, ясно. Экологическая катастрофа собственной персоной. Прям Эверест. Ну, только мусорный. Эвер... что? Это я аллегорию применил. Большая свалка! То есть, в общем, граждане млекопитающие, будем ферму закрывать. Антисанитария! Никуда не уходите! Я за бланком! Вот что, Шарик, надо все это взять и в лес вывезти. В лесу друзья мои живут. Они ко мне, значит, со всей душой. А я им, знаете, товарищи, картон, пожуйте. Не согласный я. Это временно, Тунберг Хвостатый. Мы потом все обратно привезем. Мама? В связи с несанкционированной свалкой забидая число, забидая подписки. Опа! Здрасте, Марк. А где это? Куча! Извиняюсь, вонючая. А нету, Игорь Иванович. Была, да сплыла. В город отправил я свою коллекцию на выставку полезных штук. Как сплыла? Речные перевозки закрылись. Бобы шалят. А вот она. Куда? Вера Павловна, тормози. Так-так. Водители пристегнут. Раз. Без шлева. Два. А это что еще за мерзость? Говоришь, коллекция в город сплыла. Видишь, матроски, не приживается мусор в лесу. А ну-ка, введите меня на место преступления. М-да. Парусность подвела. И ветер не учел. Значит, ферма закрыта до устранения, так сказать, экологического бедствия. Ну и штраф, само собой. Ай, ферму нам закрыли, убыль. Штраф нам выписали, снова убыль. А не заплатим штраф, не откроют ферму. Круг замкнулся. Я банкрот. Ты, матроскин, сам виноват. А я тебе говорил, надо было давным-давно все это выбросить. Эх, Шарик, зачем напоминать мне о прошлом, если у меня нет будущего? Нужно весь мусор в переработку сдать. Из него на заводе новые вещи сделают. А тебе, матроскин, деньги даже заплатят. Ура, дядя Федор! Заживем, как прежде! Ты же серьезно про деньги? Вы чего это вашу антисанитарию прям к парадному входу паркуете? Дядя Пичкин, это мы вторсырье сдать хотим. На переработку. Чудненько! Приходите после обеда. Я как раз с трех часов буду приемщиком числиться. А ну, принимай вторсырье, бюрократ! У меня коровки недоины, стойла нечищены, у меня Гаврюша не выгулен! Не кипятитесь, гражданин! Вы и так уже нарушитель! Давайте, что там у вас? На весы! Так, 160 минус 17 плюс цать 2 за металл. Итого получается 1 200 рублей, которые идут в счет уплаты штрафа, выписанного гражданину Матроскину ранее. Прошлый мусор на оплату штрафа ушел, а этот уже в прибыль прилетел. Всем покаценный гражданин, у меня следующий урок. Давай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok